Привет всем красивым людям. В ближайшие 20 минут только позитивные репортажи от команды Beauty Time TV. Мы начинаем. Сегодня модную вечеринку сложно себе представить без мастер-класса, презентации и неформального общения. Один из примеров тому и вечеринка, которая проходила недавно в бутик-ателье Светланы Брумберг. В числе приглашенных оказалась и съемочная группа Beauty Time. Эта вечеринка не совсем обычная. Теплая дружеская атмосфера здесь соседствует с высоким градусом торжественности, элегантности и стиля. Мы сегодня пригласили всех наших друзей в наше новое творческое пространство. Мы не так давно сюда переехали. Нам самим очень нравится здесь находиться, потому что все очень красиво. Нам помогали обжиться здесь и навести эту красоту мои любимые дизайнеры Элла Бобуш и Настя Копырина. Как и принято в высокой моде, большинство гостей пришли в нарядах от бутик-ателье Светланы Брумберг. Я всегда с образования бутика Светланы, еще даже по другому адресу, за ней следила. И узнавала о ней от других людей. И потом, ну, как-то вот так сложилось, что я решила все-таки к ней заехать. Нашла ее в Инстаграм. И сегодня я здесь отшиваюсь у девочек. Планы у нас большие, мне с ними очень комфортно. Со Светланой дружим мы очень давно, еще с прежнего места ее работы. Я выбираю Светлану, потому что у нее замечательное качество, европейское качество шитья одежды. У нее прекрасные ткани, качество ткани замечательное, натуральные ткани. В программе вечера, помимо приятного общения, выступления друзей и партнеров, которые с удовольствием рассказали о праздничном декоре пространства, создании изысканных десертов для приверженцев здорового питания, о современной женственности, а также авторских украшениях. Процесс создания украшений из стекла, потому что для меня это настоящая магия и тайна, потому что сколько лет я уже не занимаюсь, но я каждый день что-то для себя открываю, новые эксперименты, новые пробы. Главная тенденция моды наших дней – это индивидуальность. Гости этого вечера не только знают о том, но и придерживаются тренда в составлении собственного гардероба. Он замечательный человек с таким чутким, тонким вкусом, наверное, прочувствующим каждого человека, что ему нужно. Но Светлана настолько предрасположит к себе, она настолько поможет все подобрать, все четко, тонко, что это будет дальше радовать не только глаз, но и душу. Ну, я познакомилась, я увидела первый раз вообще в инстаграме, ну, про ее бутик, и ознакомилась с ассортиментом, который представлен в ее бутике, и мне это стало, ну, интересно, достаточно интересно. За ходом вечеринки в сетях следил весь мир, ну, а на память у присутствующих остались приятные воспоминания и новые модные идеи, которые обязательно будут воплощены в бутик-ателье Светланы Бромберг. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Возможности современной ортопедии позволяют менять изношенные суставы, исправлять деформированные стопы и даже увеличивать длину ног. Достаточно часто нас спрашивают, кто изображен на этом портрете, который у нас располагается в холле клиники. Это портрет основателя фирмы Матис, это Роберт Матис. То есть вы видите, что перед ним лежат компоненты эндопротеза, то есть наша клиника занимается эндопротезированием, заменой тазобедренных коленных суставов. В фотографиях представлена эволюция протезов тазобедренного сустава, начиная с самых ранних к более современным. И, пожалуй, самые современные представлены вот с этой стороны. Это последние модели протезов коленного и тазобедренного суставов. Чаще всего пациенты обращаются сюда по медицинским показаниям, но эстетическая составляющая в работе хирургов все же присутствует. Пример тому – история Ирины. После перелома, который случился в детстве, с каждым годом увеличивалась деформация ноги. В конечном итоге все выглядело вот так. К тому же возникли боли в суставе. Пациентка обратилась к нам вообще с проблемами с коленным суставом, с болями в коленном суставе. И уже в процессе разговора, в процессе осмотра выяснилось, что здесь все проблемы не в коленном суставе, а в деформации конечности. Очень часто деформации конечностей, плоскостные, осевые, они приводят к развитию артроза. То есть в связи с неправильной нагрузкой в конечности, нагрузка в суставе распределяется по-другому, не как в здоровом суставе. И сустав быстрее изнашивается, чем здоровый. Сказали, что со своим суставом я еще могу пожить. Как бы он не совсем у меня уже такой плохой. Поэтому я полностью доверилась доктору и согласилась, конечно. Уменьшательство мы выполняли на двух сегментах. То есть первым этапом мы устранили деформацию в голени и вторым этапом устранили деформацию в бедре. То есть всю операцию мы провели малые инвазины через маленькие разрезы, что в дальнейшем будет иметь хороший косметический эффект. И на данный момент ось конечности восстановлена у нее идеально. Идеальная линия получилась на снимках на рентгеновских. И сейчас она занимается разработкой движений в суставах и восстановлением функций конечностей. После второй операции прошло практически три месяца. Чувствую себя прекрасно. Очень рада, что, конечно, я избавилась от того дефекта, с которым, можно сказать, столько лет я прожила. Ну, конечно, были и боли. Восстановление проходит нормально. Сейчас уже чувствую себя хорошо. Ну, еще как бы привыкаю, но ощущения, конечно, у меня очень приятные, что я, допустим, могу свободно идти, не стесняться, не скрывать ничего. Здесь мы используем стержни, которые обычно используют при синтезе переломов длинных трубчатых костей. Обычная интермедулярная техника. Ну, отличается просто от лечения переломов тем, что здесь уже кость срощена, то есть целостность кости не нарушена. Нам надо четко вымерить границу, где мы будем делать искусственный перелом, и завести стержень под определенным углом в определенные плоскости, чтобы все у нас было правильно. Здесь все это выполняется через небольшие разрезы по сантиметру, по полсантиметра через проколы кожи. Стержень заводится. После операции данная конструкция дает возможность просто избавить пациента от любой внешней мобилизации. То есть вот Ирина у нас, она со второго дня начала активно разрабатывать движение суставов. И сейчас уже по прошествии трех месяцев после операции у нее объем движений в суставах полный. То есть сейчас она активно занимается лечебной физкультурой, чтобы восстановить просто тонус мышц. Хорошо идет. По плану там все хорошо срастается. Поэтому я очень рад и, конечно, благодарна доктору, что он меня вернул в такой жизни. Реабилитация Ирины еще продолжается, но она уже начинает уверенно ходить. Занимается плаванием, а в дальнейшем планирует кататься на велосипеде. Клиника «Канон». Бэби-модель. Самый первый в Челябинске детский модельный конкурс проходил уже в 15-й раз. Самые яркие моменты финального шоу в репортаже «Бьюти Тайм». Настоящий праздник Настоящий праздник Творчество и эстетики. Показы одежды сменяются выступлениями хореографической студии. Бэйби-модель обычно проходит на площадке Дворца пионеров. Это семейная атмосфера и в то же время профессиональная энергетика большой сцены. Я всегда говорю о том, чтобы не путали конкурс красоты и конкурс моделей. В нашем конкурсе девочки выступают настоящими моделями и демонстрируют одежду, изготовленную специально для детей разными компаниями, разными брендами. Но одежда специально разработана для определенной возрастной категории. Эта возрастная категория ее и показывает. Вот у нас четыре категории по росту. Все как во взрослом моделинге. И девочки соревнуются по умению демонстрировать одежду. И вот девочки в течение учебного года учат у нас технику шага, учат какие-то несложные приемы демонстраторов одежды. И вот в конце учебного года они у нас участвуют в конкурсе. Полноценными участниками конкурса по праву могут считаться мамы юных моделей, которые и волнуются, и всеми силами поддерживают своих девочек. Для мамы, значит, много нервов. Но для нее веселье, радость. Ей нравится находиться на сцене, с подружками веселиться, заниматься. Она ответственна, да, доча? Да. Мне нравится больше всего там заниматься, веселиться. А по сцене нравится ходить? Нравится. Конкурс – это такое громадное событие, потому что все последние недели, по сути дела, мы проходили на репетициях, бесконечных примерках, волнениях, хлопотах. Накануне это, конечно, было очень волнительно, потому что дочка переживала, все ли получится, все ли ей удастся, сможет ли она вспомнить все постановки, все проходки. Но в конце концов мы все собрались с семьей. Сегодня ее поддерживает огромное количество родственников, друзей, знакомых. Пришла ее хорошая подружка. Так что я думаю, что сегодня все будет замечательно, все получится. Сами участницы расценивают конкурс и как игру, и в качестве перспективы на будущее, и возможность обрести необходимые для жизни навыки. Да, было очень сложно, но немного весело. Мы занимались очень сильно, мы очень сильно старались. Я всегда хотела научиться правильно ходить, красиво, о занках, чтобы держать, и чтобы не бояться публики. В принципе, я вообще не переживаю за него, то есть, если я проиграю, мне будет, ну, как бы, не обидно, то есть, я не расстроюсь. У меня был кастинг, я начала пытаться, ну, и потом стала себя понимать, что надо стараться больше, ну, и начала стараться к лучшему. Для жюри подобные конкурсы всегда непростая работа. Ведь дети милые, все без исключения, но, тем не менее, победительницу в каждой категории выбирают только одну. Разрядить атмосферу помогли призванные партнеры конкурса, которые никого не оставили без подарка. Наша компания поддерживает развитие детей во всех областях, поэтому мы стали партнерами городского проекта «Бэби-модель». Каждый ребенок достоин самого лучшего. Мы решили, что нужно помогать развиваться деткам в разных сферах. Предоставили главным, дорогим нашим участницам подарки, игрушки, которые будут радовать их в дальнейшем. Организаторы проекта благодарят партнеров компании «Добрый пекарь» и «Союз игрушка». Вы смотрите «Бьюти-тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Летние платья такие же разные, как летние дни. Бывают будни, выходные, важные события и просто отпуск. И для каждого из этих случаев особые требования к фасону и цвету. Трикотаж, особенно яркий, явный намек на расслабленность и неформальную ситуацию. Гораздо более сдержанной и даже строгой выглядит полоска с нейтральным или морским характером. Цветы в пастельных оттенках – это, как правило, признак романтики. Летние платья для особого случая – такая же особая тема. Гостям свадеб и юбилеев лучше отложить бархат и стразы как минимум до первых заморозков. Пусть на смену им приходят легкие ткани светлых тонов. Другими словами, оценивать летние платья необходимо в двух плоскостях – с точки зрения дизайна, а также ситуации, в которой их предстоит носить. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушке на 65 и Сони Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирово 159. Клиника «Канон». Лечение травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Эндопротезирование тазобедренного коленного суставов. Опыт работы – 35 лет. Мы возвращаем людей к движению, а значит к жизни. Телефон 8-351-217-5262. Имеются противопоказания и требуются консультации специалиста. Это «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «ноу-коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Еще больше сюжетов о красивой жизни на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание «ТВ», а также смотрите на сайте www.bt31tv.ru А на этом выпуск совершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта «Модный дом я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова